В очередной раз горнолыжный клуб Леонида Тягачева принял у себя региональные соревнования по горным лыжам. На этот раз юноши и девушки 2009 и 2010 годов рождения приняли участие в традиционном турнире памяти братьев Преображенских. Младший из братьев Владимир Сергеевич был пятикратным чемпионом СССР по горным лыжам, а в 1947 году стал первым чемпионом страны по гигантскому слалому. Именно в этой дисциплине и сражались юные спортсмены на прошлой неделе. Участники соревнований отправились по следам братьев Преображенских, родившихся в Деденево и многие годы тренировавшихся в Шукалово, несмотря на сильный мороз. Всего на старт вышли 98 спортсменов из 12 спортивных школ Москвы и области. Однако не все из них смогли добраться до финиша. Соревновались они по классической схеме с двумя попытками на разных трассах. Первая попытка по традиции определяла очередность старта во второй, чтобы сильнейшие спортсмены проезжали по уже раскатанной трассе, заранее зная время своих ближайших соперников. Вторая трасса оказалась намного интересней для горнолыжников за счет необычного рельефа и большего количества ворот, которых надо было преодолеть юным спортсменам. Первая трасса была более открытая, чем вторая. Вторая была как-то поинтереснее по таким буграм ехать. Но мне понравилась вторая трасса, мне понравилась тем, что она необычная и сложная. Егор Ковальчик из спортивной школы Шуколова по результатам двух попыток занял третье место. Результатом он остался доволен, ведь проиграл менее секунды победителю. Но, как и любой спортсмен, старается ставить перед собой только самые высокие цели. Ну, я, конечно, хотел занять первое место. А что не хватило тебе? Наверное, веса. Веса? Ну, я 10-го года, а все мои соперники 9-го. Егор стал единственным спортсменом своего возраста, который вошел в пятерку сильнейших. Чуть выше него расположился другой спортсмен из Шуколова Максим Жигалов. Ну, а победителем у юношей стал спортсмен из Звенигорода Павел Кузоваткин. У девушек практически все места в первой пятерке заняли московские спортсменки. Анна Лукьянова стала первой, Яна Можжегорова – третий. Лишь Екатерине Гордеевой из Звенигорода удалось вклиниться на вторую строчку предестала почета. А вот наши девушки выступили не так удачно. Лучшей дмитровской спортсменкой стал Александр Вашкевич, занявший 14-е место.